Сегодня в повестке дня три вопроса. Первый из них – это трудоустройство инвалидов. На заседании совета напомнили, что в Сочи работает краевая программа содействия трудоустройству населения, согласно которой работодатели, принимающие на работу соискателей с инвалидностью, получают средства на оборудование рабочих мест. Такой возможностью воспользовались около 40 бизнесменов. В 2015 году работу нашли более тысячи инвалидов. В ее поисках остаются около 80 соискателей с ограниченными возможностями. Анатолий Пахомов пообещал лично помочь в решении вопроса. Может быть, мне лично заняться этим трудоустройством? Пригласить работодателей конкретных трудоустройств? Я поручение даю. Вы пропишите, кто это 74, и конкретно пригласите на эту встречу конкретных работодателей, которым я скажу. Возьмите вот этого человека. Поговорили на совещании и о доступности городской среды для инвалидов, в том числе о доступности занятий творчеством и спортом. На заседании рассказали о деятельности Центра адаптивной физкультуры «Энергия жизни», который работает на Розе Хутор. Там ставят на лыжи детей-инвалидов со сложными диагнозами, даже с ДЦП. Даже тех, кто совсем не может ходить. И это только один пример. У нас есть два реабилитационных центра для детей-инвалидов. У нас, может быть, не так, как нам хотелось бы, но тем не менее есть курсовки, путевки лечения. То есть движение есть. То, что есть внимание, то, что есть забота, это очевидно. В завершении первого в этом году заседания Совета по делам инвалидов самым активным из них глава города выразил личную благодарность. Те инвалиды, которые участвуют в жизни города и работают на его благо, получили благодарственные письма и специальные знаки. Признание и почет сочинцев и медали за вклад в развитие Сочи.